Национальный герой И на некоторые вопросы Многие вообще до сих пор не знают ответов Например, где точно и когда родился Суворов Мы не знаем Это может быть мы не знаем По месту его рождения Споров нет Были очень долго споры по году его рождения Вплоть до того, что Мне несколько раз задавали вопрос Если он 1730 года То почему Памятник в Тирасполе Открывали к юбилею в 1979 В 1729 году Почему? Потому что на тот момент В ученом мире еще шел спор Или он 1729 или 1730 Решили заранее, чтобы потом Не оказаться в опоздавших А потом уточнилось, что да, под документом Что в 1730 году То есть даже дата его рождения Тоже, что называется, обросла Легендарными какими-то объяснениями Правда, что он был слабым ребенком? Ну в общем, да По его телосложению видно Что он такой Немощный в общем товарищ Правда, говорят о том Что в принципе полководцы Такого рода Они, ну что мышцами Это где-то в американских фильмах Наверное, все это показывают Что он там один Перебил всю армию Вот тут Да, да, да Главное там Верно, согласна с вами А перед тем, как он появился на свет Были какие-то в небе красные хвосты Это что за такие вот предзнаменования Знаете, эти красные хвосты Бывают на небе не один раз в год И мало ли под кого можно их Ну, знаете, потом задним числом Что называется Одно с другим связывают И находят объяснение Не удивляясь Не только у сего Тут получается, что Человек родился Родился, никто же не замечал бы Что в этом день был Кошка четыре раза лишних пролаял Или петух лишний раз прокурекал Это все Ну, обычный день был А когда уже говорим Человек состоялся И связывают одно с другими Начинают искать объяснение Продолжаем беседу Вот вопрос такой Нас интересует Почему Суворова называют Самоучкой И как на его судьбу Повлиял прадед Пушкина Да Какие-то вещи в его жизни И так можно назвать Дело в том, что Его отец был По своим занятиям основным Он был военным интендантом И его очень высоко ценили За честность За серьезную работу И так далее А сын родился Ну, не особо, так сказать Физически Таким, ну, как сейчас говорят Продвинутым Да Выдающимся Да, выдающимся Бесмарфона Да, да Да Вот И предполагалось, что он Его тоже хотел нацелить На эту работу Но ему с самого рождения Видит смысл На знаменитым физиком Интересно, что при всем При том, при том, что с детства И это не только того, как этого человека предполагалось, что крепость будет заложена намного ближе, так что Бендерская крепость, она оставалась турецкой еще 20 лет, чтобы она была в прямой видимости. А там, на правом берегу, есть речка Ботна. Не знаю, возобновится ли она, нет. После нашего лета показывали, что она, бедняга, пересохла. Но и тогда была она очень небольшая. И вот она напротив. И получалось, что весной она разливается, а потом очень долго возвращается в свое русло и оставляет за собой муравьиную равнину. А в те времена вот все эти болезни, в том числе малярия, они были, ну, косили просто солдат. И поэтому он настоял достаточно сложно. Они с Деволаном и поспорили, и поругались. Ну, потом, правда, узнали друг друга, и воров его оценил. Но сдвинули на три версты вниз и заложили террасполь так, чтобы эта ситуация не влияла на здоровье солдат. И потом, когда он в Херсоне был и в других местах, уважительное отношение к рядовым солдатам было для него очень-очень важным составляющим его просто человеческого понимания. — Правда ли, что он не доверял лекарствам, а вот относился к тем, что народная медицина, то оно и есть то, чем надо лечиться? — Ну, в какой-то мере, да. В какой-то мере это было так. По крайней мере, приходилось же нередко бывать в таких военно-полевых условиях. И тогда еще медицина, вы понимаете, какая была. И вот эти вот народные, так сказать, наблюдения и выводы. Где-то что-то рядышком, что-то сварили, что-то это вот. Да, он этим интересовался, он это знал и ценил. То, что это, что называется, под рукой, это помогает. — Ну, это еще раз говорит о том, что человек переживал за свой гарнизон. — Да, да. А что было за история с дизентерией, цингой при штурме крепости Измаил? Тоже удалось как-то остановить болезнь? — Да, примерно так это было. Единственное, что это было в декабре, 10 декабря был штурм. И немножечко уже, так сказать, все это пошло на спад. Но большое число тех, кто переболел и, в общем, перестал быть, так сказать, готовым к воинской службе, да, это было правда, это было. — Почему фамилия полководца иногда звучит, как Суворов Рымникский? — Во время одного из сражений он особо отличился у реки Рымник. — Рымник. — Да. Но, знаете, я как-то столкнулась с такой информацией, что один из его сыновей, который был военным, во время переправы через эту реку Рымник, там получилось, что начал тонуть, так сказать, кучер кареты и так далее, он стал его спасать и там утонул, представляете? — Это его единственный сын? — Ну да, дочка у него еще была, да, Суворочка он ее называл. То есть там, где он прославился, там он сына потерял? — Так, получается, так, да. — Вот так. Кстати, говорят, Суворов был очень знатным таким аскетом, от всего отказывался, спал под одной простынкой. Каким он был в быту? Ну, менее всего он походил на те варианты, которые предлагали роскошествующие дворяне. Он любил очень горячую еду, вплоть до того, что в варилище он мог прямо там поесть, стоя над плитой, да. — То есть то, что на свадьбе будет дождь, он не переживал, да? — Да, как-то так. И действительно вел очень такой спартанский образ жизни. Ну, не исключаю, и даже читал об этом, что как-то так посмеивались, так сказать. — А как по-другому себя вести? — Своего времени роскошествующие люди. Ну, что вы, тот же Потемкин, который приезжал, он же возил за собой, скажем, целую свиту. Ну, например, когда он останавливался в Дубосарах, там было так много людей, среди них был человек, который потом заложил летний сад, например, и так далее, да. То есть он, в общем, в этом смысле не совпадал со стандартами, так сказать, дворяны и богатых людей. — От завтраков и от ужинов только один раз в день ел? — Ну, по-разному, по-разному. Но обедал рано обычно, да. — Еще один миф, конечно же, гуляет на просторах и интернета, и вообще в любых средствах массовой информации о том, что он не проиграл ни одного сражения. Правда ли это? — Правда. Это то, над чем никто не сомневается из военных историков. — То есть это настоящий герой? — Это настоящий герой, не проигравший ни одного сражения. Он очень серьезно всегда думал над всем тем, что ему предстоит, и очень волновался, не погибнут же при этом зря, так сказать, рядовые бойцы. И вот поэтому он таким вот уважением их очень пользовался. И, наверное, еще и в этом вариант такой, что если Сувору куда-то звал, то шли, что называется, не сомневаясь, понимая, что этот человек делает все, и при этом их сберегает. Ну, вот в качестве примера приведу вам такой пример. Когда Суворова сюда направили, вот, для, так сказать, решения Днестровской пограничной линии, то поступило такое сообщение от российского дипломатического представительства в Турции, что турки поняли, что Россия здесь надолго и всерьез, потому что это Суворова. — Спасибо огромное, Алла Антоновна, за интересную информацию. Про Александра Васильевича можно, мне кажется, говорить часами, у нас просто эфирное время. — Многогранный человек, да, многогранный человек. — Но то, что действительно Суворов для нашей республики, это, можно даже сказать, национальное достояние, это действительно оно и есть. И радует, что никакое исковеркивание истории никакое не помогут тем людям, которые пытаются это сделать. Именно у нас в республике такого не произойдет. У нас от мала до велика знают, кто такой Александр Васильевич Суворов, и это не потому, что его памятник в центре столицы. — Просто, знаете, в этом человеке сложились такие характеристики, которые в целом для принцессорского народа характерны. Когда честно надо делать свое дело, когда надо прежде всего думать о том, что это нужно сделать, и не поддаваться ни на какие, так сказать, какие-то искривления, извращения и так далее. Просто честно делать свое дело, добросовестно и результативно. — Ну или просто-напросто взять учебник по истории, и не один. Есть много информации по этому поводу. Если вам что-то сказали, если вы с этим не согласны, возьмите, почитайте, удостоверьтесь, и тогда уже высказывайте свое мнение. — Ну, а сейчас вообще можно задать вопрос в интернете, и вы получите 10 вариантов ответа. — Спасибо большое. Вот таким вот был полководец, и вот такая была наша историческая справка. — С днём рождения своего основоположника. Его крестным отцом называют Тирасполя. Алла Антоновна Мельничук, вам спасибо огромное, и до новых встреч. — Спасибо огромное, до свидания. Ну а мы, друзья, продолжаем путешествовать по республике на повестке дня «Опрять здоровье». Мы отправляемся в Днестровские зори, чтобы поглядеть, кто и как в это время там отдыхает. АПЛОДИСМЕНТЫ